Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем выпуске мы с вами поговорим про перспективы Android разработчика в 2023 году. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите освоить высокооплачиваемую, востребованную, престижную профессию и разрабатывать мобильные приложения по систему Android, тем самым будь уверенным в завтрашнем дне, если вы хотите обучиться специальности, которая послужит основой и возможностью для переезда в любую страну, которая вам нравится, и позволит вам стабильно и достойно зарабатывать, либо в компании, либо работая на себя, в офисе или удаленно, если вы хотите работать на себя и развивать свой небольшой бизнес по разработке мобильных приложений на заказ, если вы хотите создавать свои сервисные мобильные приложения, тем самым влияя на жизни огромного количества людей и зарабатывая на своих стартапах, тогда я вас приглашаю на программу обучения на Android разработчика. Я вас обучу на профессию Android разработчик на личной основе и доведу до результата качественно и максимально оперативно. На курсе вы овладеете современными технологиями и получите опыт качественной и современной разработки. Курс обновляемый, то есть если какие-то технологии устаревают, выходит что-то новое, то материал курса обновляется. Также я могу вас проконсультировать по поводу мобильной разработки, если у вас возникла проблема при обучении. Ссылка на программу и условия обучения, а также на контакты для связи со мной, есть в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. До встречи на обучении. Итак, какие же у вас есть перспективы? У вас собственно есть три направления, на которые вы можете податься как Android разработчик. Это работа на компанию, это заказная работа, то есть работа на себя, и тут можно выделять и фриланс, и не фриланс, поговорим подробнее позже об этом. И также третье направление, это создание своих приложений. И начинаем мы с первого направления, это работа на компанию. Какие перспективы? Перспективы в общем-то большие, потому что давайте так, что сейчас я буду говорить, это относится ко всем направлениям. В настоящее время люди, основной контент, наверное процентов 70-80, потребляют со смартфона. И на смартфоне очень удобно пользоваться именно мобильным приложением, но очень удобно пользоваться теми действиями, которые пользователь совершает хотя бы несколько раз в неделю. То есть если нужно один раз в месяц или вообще один раз зайти и узнать какую-то информацию, то проще воспользоваться сайтом. То есть не нужно ничего устанавливать, просто зашли в интернет и посмотрели. Но если пользователь приложения подразумевает, что пользователь будет пользоваться этим мобильным приложением хотя бы несколько раз в неделю, то попробуйте сравнить. Зайти в браузер, найти нужный сайт и что-то там посмотреть, либо нажать иконку на экране смартфона и сразу то, что нужно сделать. Ну конечно же проще на смартфоне пользоваться приложением. Да, интерфейс более подстроен, в мобильных приложениях лучше, чем в адаптивных сайтах. Тем не менее, что максимально идеально сейчас сайты адаптируют под мобильные устройства, но все равно мобильными приложениями пользоваться проще и более удобно. И так как весь контент, как мы сказали, в основном огромная львиная его доля потребляется через смартфоны, то проще потреблять этот контент через, ну под контентом я имею ввиду и поиск информации, и, скажем так, реализация каких-то действий, выполнение каких-то действий, то есть сервисные мобильные приложения. То есть что, чтобы что-то сделать, да? И более удобно, конечно же, это все делать на мобильных приложениях. И именно это обстоятельство, то, что контент пользователи потребляют и выполняют какие-то действия, в большей частности своей со смартфоном, подчас смартфон это в настоящее время, это продолжение руки пользователя, именно из-за этого мобильные приложения сейчас набирают все больше оборот известности, потому что сфера разработки сайтов, она перенасыщена, она уже, скажем так, идет на спад, и поэтому там ничего нового, ничего интересного в принципе не происходит. И все смотрят сферу мобильной разработки, и поэтому сфера мобильной разработки, Android разработка в частности, она очень перспективна, и сюда стоит зайти. И поэтому, исходя из этого, можно также понять, почему, собственно, любые работы по разработке мобильных приложений, они востребованы. И это касается и работы на компании, которая выделяет достаточно большое количество вакансий. Посмотрите, сколько вакансий в Москве, вы удивитесь. Я там, по-моему, про неделю назад мерил, там или 700, или 900 вакансий на Москву, только на Android разработчика. Поэтому работы вполне достаточно. Также, тоже касается и заказной разработки. Как я сказал ранее, очень многие пользователи хотят пользоваться именно, потреблять контент со смартфонов, и таким компаниям, как Салона Красоты, Интернет-магазины и многие-многие другие компании, им очень нужны мобильные приложения. Но не нужно делать сайт, делать мобильное приложение, как бы, в виде сайта. То есть, как бы, у вас мобильное приложение будет выполнять функционал сайта, предоставлять информацию, больше ничего не делать. Такие мобильные приложения, они бессмысленны. Ваше мобильное приложение должно позволять пользователю выполнять какие-то либо действия. Если мы говорим про те же Салоны Красоты, то такие мобильные приложения должны позволять быстренько записаться на прием к определенному мастеру, посмотрев, выбрать услугу, интересующую вас из самых популярных, которыми вы пользуетесь, либо быстро написать в чат вашему мастеру. Ну, то есть, какой-то сервис, не предоставление информации об услугах, а конкретные действия, чтобы вы могли сделать. Ну и, конечно, по совместительствам можно предоставлять какую-то информацию. Я уж не говорю о психологических инструментах, с помощью которых через мобильное приложение вы можете воздействовать на своих клиентов и вовлекать их в различные розыгрыши и акции. И поэтому заказная разработка в плане мобильной разработки также очень сильно востребованная, и здесь вы тоже можете найти свой рынок. Также есть такое направление, как я сказал ранее, как создание своих приложений. То есть, по факту, что вы можете сделать. Да, все мы понимаем, что в iOS разработке, ну, на платформе iOS, да, пользователи iPhone покупают гораздо больше, наверное, в несколько десятков раз больше и чаще, чем это делают пользователи телефонов Android. И поэтому на мобильных приложениях, разработчики мобильных приложениях под систему Android зарабатывают именно с рекламы и с платных подписок иногда. И поэтому вы должны быть готовы делать приложение на самую широкую публику. Лучше, если это вы будете делать на английском языке. Но, тем не менее, на русском языке вы можете найти также на русскоязычном пространстве своих пользователей. Лучше, если вы будете делать на английском языке, так как аудитория будет намного выше. Потому что, по-моему, там сейчас 75% устройств всего мира, это устройства на Android. И тут вы можете брать массовостью и зарабатывать на рекламе. Реклама можете... Лучше всего, если вы рекламу будете находить напрямую, договариваться с рекламодателями и давать такую рекламу. И выгружать эту рекламу в своих мобильных приложениях со своего сервера, меняя различных рекламодателей. Существует множество иностранных платформ, где вы можете просто предлагать услуги по рекламе, и вас будут находить потенциальные рекламодатели. И так вы будете зарабатывать не копейки, если бы пускали рекламу напрямую с Google. А тут уже будете очень солидные суммы зарабатывать. Поэтому, какой мы можем сделать вывод по поводу перспектив Android-разработчиков, да и мобильного разработчика в целом. Перспективы очень шикарные, достаточно много вакансий, много заказов на разработку, потому что рынок перенасыщен сайтами, и нужны сейчас мобильные приложения, которые далеко не у всех компаний есть. А рынок диктует современные условия, диктует такие обстоятельства, что контент потребляется в основном со смартфонов, и всем нужны именно мобильные приложения, так как это более удобнее. Ну и с помощью мобильного приложения вы можете привязать к себе клиента. Да, то есть это не какой-то сторонний сайт, а это уже конкретное приложение, установленное в мобильном смартфоне вашего клиента, и у него уже определенная лояльность к вам есть, и тут уже можно развертывать очень дорогой и хороший маркетинг. Кроме того, можно создавать свои мобильные приложения, зарабатывать на рекламе, иметь пассивный доход. Это очень классный вариант. Но для того, чтобы, допустим, устроиться в компанию, недостаточно просто прийти, ну, попытаться прийти на собеседование, да. У вас очень хороший, должен быть прокачан, ух, правильно составлен LinkedIn. Если вы вдруг не знаете по какой-то случайности, что такое LinkedIn, LinkedIn это социальная сеть для, скажем так, для трудоустройства, для профессионалов. То есть есть там Facebook, ВКонтакте, да, для общения личной соцсети. Вот LinkedIn это соцсеть именно профессиональная для специалистов. И там так вышло, что основная публика это программисты, и вы должны иметь там свой аккаунт. Я, ну, в пассивной роли уже нахожусь там уже несколько лет, наверное, года три, и не ищу никакой работы. Но мне до сих пор каждый месяц прилетает предложение с оффером в других странах, да. То есть вы можете не устраиваться не в России, а легко переехать в другую страну. Но для этого нужно иметь LinkedIn и правильно составленное резюме. В сети много видео там, как составлять резюме. Если вкратце, первый блок должен быть у вас именно с вашими навыками, владениями технологий и с вашими проектами. А потом уже опыт вы должны будете перечислить. Но опять же, много видео на YouTube, посмотрите, как составить резюме. То есть резюме, мотивационное письмо, видео резюме, плюс LinkedIn. Классно работает. Опять же, об этом не нужно забывать. Как я сказал ранее, преимущественно ваши проекты должны быть на английском языке и предназначены для всего мира. Это нужно и для более высокого заработка, и для более высокого рынка заказной разработки, более широкого рынка заказной разработки. И с возможностью трудоустроиться на компанию в любой точке мира, которая вам только будет нужна. Я вам советую забыть о русскоязычной аудитории, если хотите получать по-настоящему широкую, по-настоящему классную прибыль. Если вы хотите получать по-настоящему дорогие заказы и получать по-настоящему стоящие офферы. И не зависеть от ситуации в вашей стране. Но я так понимаю, что 80% не смотрят из России. И если вы не хотите зависеть от ситуации в России, то я вам советую освоить профессию андроид-разработчик, потому что дает прикольные классные перспективы и по переезду, и по работе на иностранный рынок. И даже вообще, если все окончательно закрутят гайки полностью, то у вас всегда будет возможность и запас, во-первых, денежных средств, и во-вторых, будет возможность переехать в другую страну и уже строить там новую жизнь. Потому что, думаю, не стоит говорить, что не нужно работать на чужие интересы. Лучше всегда быть впереди, на шаг впереди, и всегда заботиться только о себе. Это такой эгоистичный взгляд, но я считаю, что он правдивый и верен. И вы всегда будете уверены в завтрашнем дне. Поэтому, если хотите стать андроид-разработчиком, я приглашаю вас к себе на курс. Ссылка для связи со мной есть в описании под видео. Ну, а на сегодня это все. С вами был проект Mabu. Я, наверное, теперь буду выпускать одно видео в неделю. Думал, где-то как-то так. Потому что сейчас у меня очень классный проект. Начался в сфере iOS-разработки, поэтому времени особо не хватает. Но, тем не менее, учеников я своих продолжаю обучать и вести без проблем. Ну, а на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok